Артур, Луи и Адель Глава первая Луи В моём окружении чаще всего встречались два типа людей. Первые равнодушные. Им было всё равно, что происходило в моей жизни. Они плевать хотели на мои проблемы, горести, невзгоды. Они никогда не протянули бы руку помощи, потому что слишком чёрствы, холодны и безразличны. Предметом их мыслей, интересов и занятий всегда являлись они сами. Мне нравился такой тип людей только по одной причине. Они не учили жить, не лезли со своими нравоучениями и правилами. Для них я просто-напросто не существовал, поэтому они смотрели сквозь меня. А ещё рядом с ними было очень одиноко. Так и хотелось крикнуть. «Эй, гляньте, я здесь! Я запутался, и мне нужна помощь!» Но в ответ они сказали бы, что все запутались, всем нужна помощь, «Поэтому будь добр, разгребай своё дерьмо сам. Не можешь? Тогда сдохни. Сдохни в собственном дерьме. И даже это их не тронуло бы. Ведь им всё равно. Их нельзя было попросить принять меня таким, какой я есть. Ведь невозможно принять то, что для тебя не существует. Меня нет. И на этом точка». Для второго типа людей я никогда не был достаточно хорош. Они думали, что лучше всех знают, как жить правильно. Они лезли без спроса в мою жизнь и без всякого стеснения критиковали. Даже если я просто дышал, в их понимании это должно было делаться иначе. Косые взгляды, поджатые губы и тихий шёпот. Что можно ждать от сына двух торчков? Такие люди всегда готовы были помочь и направить меня на путь истинный. Но ведь я сам был слишком глуп, чтобы воспользоваться их добротой. По их версии, разумеется. Для них был приемлем только тот вариант, в результате которого я обязательно должен был измениться. Принимать меня тем, кем я был, они бы точно не стали. Я же неправильный. Они бы рады скроить меня по своему подобию. Только я из второсортного, испорченного материала. Постепенно понимая своё поражение, они переходили в первую категорию. Без различных. Среди всего этого равнодушия и презрительной критики у меня были Адель и Артур. Невероятные друзья, которые заменили мне не только близких, но и весь мир, став моей личной галактикой. Последние несколько лет мы проводили летние каникулы в доме на юге Франции. Это стало нашей традицией. Я жил и считал дни, месяцы, недели до того момента, когда вновь смогу увидеть своих друзей и обрести семью. Мы все с нетерпением ждали этого времени, чтобы снова побыть счастливыми и беззаботными. Трёх одиноких молодых людей смогла связать настоящая, истинная, подлинная, всепрощающая дружба. Адель Пять месяцев назад Больше всего на свете я ненавижу, когда мной пытаются манипулировать родители. Анна и Жан-Поль де Флориан, мои мама и папа, мастера этого дела. Чаще всего они сравнивают. Мама делает это менее умело, чем папа, более резко и всегда в негативном ключе. Когда я была в твоем возрасте, я была лучше, умнее, серьезнее, ответственнее, и никогда себе такого не позволяла. Так и хочется, бывает, крикнуть, что я не она. Или же мама начинает рассказывать про идеальных дочек своих подруг. Наверное, тем самым она пытается достучаться до моей совести. Но, увы, я давно поняла, что никогда ни при каких обстоятельствах не буду достаточно хороша для них. С папой дело обстоит сложнее. Он политик, поэтому более хитер и всегда, наоборот, возвышал меня над остальными. Мол, я самая лучшая, умная и... далее по списку. Этакая идеализация меня в моих же глазах. Когда я была поменьше, я изрядно старалась соответствовать этому идеалу. Быть самой лучшей всегда и во всем ради него. И меня так пугала перспектива разочаровать своего родителя, упасть с воздвигнутого пьедестала, что я переступала через себя свои интересы, мечты, желания ради его похвалы. В какой-то момент я поняла, что его одобрение для меня как-то морковка на веревочке перед ослиным носом. Глупое животное видит предмет своей мечты, уже предвкушает, как с хрустом откусит, как смачно будет жевать, наслаждаясь вкусом. Но, увы, у наездника другие планы. Он не хочет, чтобы морковка была съедена. Он лишь хочет, чтобы осел шел в нужном ему направлении. Самое страшное происходит, когда осел отказывается идти. Ему уже не нужны все морковки мира. Он устал от вечного вранья и чувства разочарования. В этот момент наездник показывает свое истинное лицо. Он начинает указывать, заставлять, использовать свою власть. Но он даже не представляет, насколько свободнее ты себя ощущаешь, сказав, наконец, заветное «Нет, я не буду больше твоей куклой, не хочу твоей похвалы и вообще засунь свою долбаную морковку себе в зад. Я выросла из этих глупых манипуляций. Я больше ни за что на свете вновь не поставлю себя в такое жалкое положение. Я больше не буду добиваться твоего одобрения. А пьедестал самый лучший сожгу и уничтожу собственноручно». Я со злостью застегиваю чемодан, который мне велели распаковать. И проверяю время. Ровно шестнадцать нульной. Мой поезд отправляется в пять часов, а мне еще нужно доехать до Леонского вокзала. Меня в очередной раз заперли в комнате. Видите ли, моим родителям не нравится место, где я планирую провести лето. Папочка, мечтающий о посте президента, и мамочка, которая бегает за ним с собачонкой, считают, что для их дочери неприемлемо проводить каникулы с двумя парнями, которые старше ее на четыре года. Я бы могла все списать на родительскую заботу, но здесь абсолютно другой случай. «Ты не поедешь в дом этого наркомана», — грозно приказывает папа, как только дело близится к лету. «Ему неважно, что Луи не притрагивается даже к травке. Да что там говорить, он практически не пьет. Но у папи все равно. Он судит по его родителям, как и большинство людей нашего круга. Но чего они не знают, так это того, что Луи в сто раз лучше их богатеньких, избалованных, холеных деток. Он настоящий и искренний. У него есть сердце, что так редко встречается в нашей гнилой среде. Доброе, понимающее и сострадающее. «Что у тебя с этим боксером?» Частенько воет мама, имея в виду моего второго друга Артура. Про него отец не говорит. Одного взгляда хватает, чтобы понять. Он считает ниже своего достоинства даже произносить его имя. Ведь такие, как Артур, нам не ровня. Он бедный парень из гетто, который не окончил школу, решив собственными кулаками пробить себе лучшую жизнь в прямом смысле этого слова. Примечание. Гетто. Часть крупного города, отведенная для проживания социальных меньшинств. Как правило, бедного населения, например, беженцев, эмигрантов и тому подобного. Конец примечания. «У всех, кто занимается боксом, профессионально, насквозь пробита голова. Они же тупые! Что может быть у тебя общего с таким парнем?» Вопль номер два, принадлежащий моей мамочке. «Что я нашла в нем?» «Мужественность, честность, сильный характер, прямоту суждений и... Я нашла в нем столько всего, мама, что не описать словами. Нечто такое, чего ты наверняка никогда и не знала. Ведь в твоем мире управляют здравый смысл и выгода. Что может у меня быть с ним общего?» «Ничего. Мы две противоположности, познающие друг друга через что-то новое и необъяснимое. И, конечно, я не могу озвучить все это вслух, ведь им не важно, что я чувствую. Гораздо значительнее то, какая тень на мою репутацию падет из-за этой дружбы. А репутация в нашей семье – нечто настолько сакральное и неприкосновенное, что они готовы запереть меня в комнате до конца лета, лишь бы я вновь не уехала. Как же я сейчас ненавижу родителей и то окружение, мнение которого они так боятся. Кучка лживых снобов, узкомыслящих зазнаек с грандиозными амбициями и чувством собственной важности. Три года назад родители сплавили меня на юг Франции к моей бывшей няне Розе. У отца были серьезные собрания и куча дел. Возиться с моими подростковыми бунтами никто не хотел. Вникать в то, что Роза – экономка в доме Луи, никто не стал. Вникать в список друзей Кантеля и Подавна? В противном случае, в будущем у них не было бы сюрприза в лице этих двух парней. То лето было лучшим в моей жизни. Я, наконец, нашла настоящих друзей. Нет, я обрела семью. Мы договорились сделать это нашей традицией – всегда проводить лето вместе, отдыхать от сложного мира, забывать на время о проблемах, сосредоточившись на лучшем. А лучшим была наша дружба. Как бы мои родители не пытались смешать ее с грязью. Задавать нелепые вопросы о том, что нас троих связывает, намекать на идиотские вещи. Наша дружба – светлая, добрая, честная. И я ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах, в угоду ни одному человеку на этой земле не перестану с ними дружить.